Приднестровье накрыла волна мошенничества. Под удар попали пенсионеры. Всего за несколько дней они отдали злоумышленникам почти 2,5 миллиона рублей. В списке жертв 39 человек. Как правило, по телефону сообщали, что близкие попали в беду и срочно нужны деньги. Люди отдавали сбережения, даже зная про такую схему обмана. История этой женщины отличается от большинства. У нее счастливый конец. Деньги у пенсионерки украсть не успели. А вот начало истории типичное. Звонок по телефону. Кричит моя дочка. Мама, мама, я в больнице, я в больнице. С меня с таким рыдающим голосом. Я подумала, что это с внуком. Думаю, что-то случилось. Я попала в аварию. И там начинает уже другой голос. Попала в аварию, а там другой голос вроде якобы врач этот говорит, который, видим, мошенник, говорит. Вот я вам, говорит, даю, поговорите с врачом. И как бы женский голос говорит. Ну, ничего страшного. У нее переломы, ребер, ну, в общем, ушибы головы. Дальше подключился севдоследователь. Он сказал, что дочка неправильно переходила дорогу, а значит, виновна в аварии. Чтобы не было уголовного дела, нужна крупная сумма. Скоро подъедет человек за деньгами. Через час он уже был у двери. Я не знаю, что меня толкнуло. Я открыла дверь, и вот, которые были, вот, деньги взяла и отдала. И он, главное, два полотенца положить надо, вот, с собой. И это, и вот деньги. И я так, вы знаете, я ночами не сплю, вспоминая вот этот ужас. Я зашел в квартиру, и там пожилая бабушка, она сказала, типа, заходи, типа, я не могу встать. Я зашел, она разговаривала как раз с этим же, по телефону с этим же мужчиной. Потом в трубке женский голос там был, там, типа, плакала, типа, доча. И тогда я понял, что уже я попал на развод. Какой-то такой неухоженный, такой высокого роста, красным каком-то тем самым этом. Скромный такой парень, скромный, прям тихий, спокойный. Доверие вызывает? Да. Но у меня как-то сомнение было чуть-чуть. А в таком состоянии, в таком, понимаете, и поэтому у меня так получилось, что отдала деньги. Парень в красном курьер. После того, как отработал заказ, должен был перевести деньги через банк. Не успел. Оперативники задержали его прямо в подъезде пенсионерки. Деньги она при вас собирала и полностью тусовала? Откуда она брала деньги? Со шкафа. Но она просила меня доставать, потому что она не достает. Она низкая. Теперь высокий помощник может сесть в тюрьму на 6 лет. Милиция задержала уже 14 курьеров. В списке пострадавших 31 человек. Общий ущерб превысил 2 миллиона. Схемы меняются. Итог один. Пенсионеры остаются без последних денег. Главная защита – осведомленность. Расскажите в подробностях бабушкам и дедушкам, что делать, когда им звоните якобы вы с просьбой о помощи. В МВД работает горячая линия по противодействию мошенникам. Знаете о фактах мошенничества? Звоните. Операторы работают круглосуточно. Набрать надо 3 единицы.